Всем привет! Вы на канале НКЭП. И сегодня я буду снимать для вас видео, в котором я покажу мои старые рисунки. В общем, сегодня я буду показывать рисунки, которым где-то года два, некоторым больше, некоторым меньше. Не вижу смысла медлить, поэтому поехали! Итак, я предлагаю начать вот с этой папочки. Да, тут такой вот рисуночек. Начнем, наверное, с этого рисунка. Это рисунок для какой-то школьной выставки. Я надеюсь, что вы его хорошо видите. Это что-то с пожарной безопасностью связано. О, вот этот вот рисунок. Кто не понял, это русалка. И не просто русалка, а русалка Эвер Афтер Хай. В общем, был такой период, когда я очень увлекалась в Монстр Хай Афтер Хай и участвовала в всяких рисовальных интерактивах. В общем, это первый этап одного из интерактивов. Я не проходила дальше второго этапа. В общем, расскажу вам историю. Вот так вот выглядит, конечно, все. Ну, так, в принципе, нормально, но тут есть такие моменты, которые вообще ужасные. В общем, мне сказали, что если я исправлю руки, они были просто обычными руками, без рукавов оранжевых, то я пройду дальше. И я такая быстро, бегом, стала их что-то исправлять, нарисовала эти уродские рукава. Тут даже видно вот старые линии, вот эти вот худощавые руки, это были до этого, до рукавов. В общем, я быстро нарисовала эти рукава, и мне написали, что, типа, следующий ответ был. Только не торопитесь, а то все испортите. И я такая, блин, я уже все испортила. В общем, я не прошла, по-моему, дальше. Далее. Тоже какой-то интерактив, тоже Ever After High. Такая вот лысая дама, грязный лист, как обычно. Фломастер из Экспрайса тут присутствует на работе. Далее. О-о-о-о! Это рисунок, подарок маме с папой на годовщину свадьбы. И рисовала я его еще, когда была в детском садике. Ну, судя по тому, что я тут уже написала что-то, где-то лет пять мне было точно. Не думаю, что шесть, где-то пять лет. В общем, вот так. Мама, почему-то тут красное свадебное платье. Я просто любила, видимо, раскрашивать. Вот идеальный просто почерк, надпись. Да, это мои бабушки вот такие вот сумками размахивают. А, это не сумки, это букеты. Одна рука больше другой. Вот, смотрите, какая чудесная коса. Опять из интерактива. Тут, наверное, будет много таких рисунков. Черная кожа так и должно быть, потому что кошка черная. Но получилось у меня убого. И она типа такая модная. Но на самом деле нет. Что это такое? О-о-о! Тоже работа на интерактив. И она сделана акварелью. Я думаю, что это будет смотреться просто персик. Я тогда очень негодовала, когда меня не пропустили дальше. В принципе, акварелью можно было сделать только фон. Но я сделала ею почти что все. И это ужасно смотрится. В карандаше рисунок был гораздо лучше. Ну, это, в принципе, небо еще нормальный. И трава, все остальное. Особенно вот эти персонажи. Жесть. О, вот этот вот рисунок уже постареет. Это не интерактив. Просто рисовала Монстер Хайз с картинок. О, боже мой, какие тут руки. Какие руки. Просто персик. Вот такие вот руки какие-то. Вот такие вот. Сейчас вы сами видите. Вот эти вот руки. Вот чудесные просто. Ну, в принципе, похоже. Но руки. Руки. Дальше я вам тоже покажу рисунок с интерактива. Вот за этот рисунок меня очень мобили в комментариях, что это уродские. Я не понимала, почему. Ведь суть интерактива была показать, типа, манстряшки, как они выглядят в вашем понимании. Я подумала, что кладина должна быть толстая и заросшая. Но, как бы, я теперь понимаю, что это жутко непропорционально. И вот, смотрите, где у нее таль. Дальше, наверное, один из самых нормальных рисунков. Можно было повторить стикер ВКонтакте. Точнее, не повторить, а делать интерпретацию. Я не знаю, вы знаете ли вы, что это за стикер. В общем, я где-нибудь вам ставлю сравнение. Ну, нормально получилось. Такой небольшой рисунок. Тут наклеена наклейка от банана, наверное. О, а вот это у нас первый рисунок интерактив. Выглядел он вот таким образом. Дальше вот такой вот чудесный рисунок. Ну, это в скобках. Это я, если что, он был нормальным. Но мне захотелось добавить всяких вот таких вот разводов на платье. Вот, ну вот что стало, собственно говоря. Творчество. Так, на этом первая папочка заканчивается. Давайте еще пару рисунков. Вырезанный. Лысик, опять-таки. И есть нечто очень интересное. Это конверт. Это конверт типа письма. Давайте мы его оставим на конец видео. Посмотрим на эту папочку. О, вот здесь самый один из красивых рисунков. Сейчас вам покажу. Так, давайте начнем вот с этого двухстороннего рисунка. Экономила бумагу, рисовала на двух сторонах. Вот такой вот непонятный рисунок. И вот здесь примечательность в том, что я рисовала карандашами, которые я терла на наждачке. Раскрашивала, точнее. Дальше я покажу фонарик. Фонарик, в принципе, нормальный, красивенький, но я его не доделала. Вот это тот самый красивый рисунок, который мне нравится, потому что я на нем реально старалась. Какие-то смотрела в интернете пропорции. И получился очень даже хорошо. Это типа семья кролика из «Алиса в стороне чудес» и зубной феи. То есть это ее дочь. В общем, если выглядеться, порассматривать, интересно рассматривать. Классный рисунок, мне нравится. Есть, конечно, не до чего-то, но он мне нравится. Дальше просто я, наверное, поставлю это на превью. Ну, такая красивая голова. У меня, наверное, она такой же формы. Нет слов. No comments. Тоже красивенький рисуночек. 1 сентября я вырисовала. Мне нравится тут юбка, текстуры. Как бы я пыталась ее передать. Ну, в общем, довольно прикольно получилось. Дальше я пыталась нарисовать себя, когда я еще была видеоблогером на другом канале. Вот она я. Это планшет у меня в руке. Так много рисунков остается. Давайте я вам покажу подарок моему брату на день рождения. И прикол в том, что этот подарок был на прошлый год, и он так его не забрал. Матильда, если ты смотришь это видео, ты должен забрать вот это чудо домой. Вот эти вот линии, это ниточки, то есть прошиты, такая вот креативная задумка, типа «Маленький принц». И тут я в переводчике забила надпись «Старайся и мечта сбудется». Ну, я просто уверена, что, во-первых, я как-нибудь неправильно срисовала иероглифы, а во-вторых, переводчик перевел их как-нибудь просто, что там какая-нибудь надпись в стиле «Утка, зажаренная в мангале, принесет вам удачу». Вот что-нибудь такое, наверное. Дальше не закончен рисунок, но его как-нибудь надо будет закончить. Клавиатура и руки, играющие на ней. Да, на самом деле это руки довольно трудно рисовать, я всегда прикладывала свою руку, когда я это рисовала. У нас остается два завершающих рисунка из этой папки, может быть, даже не два, даже три, и плюс конвертик. Итак, это рисунок на конкурс. В общем, тут есть задумка, мне он очень-очень нравится. Называется конкурс «Настоящая дружба», ему годик. Ой, точнее, даже не годик, четвертый класс, я уже в шестом, два годика получается. В общем, тут надо разглядывать. Суть в том, что у этой бабушки из рождения, ей 88 лет, как видно по шарику. Это её подруга, с которой они провели всю жизнь. И вот на этих картинах, фотографиях, запечатлена их дружба. Они проходят там через войну и так далее. В общем, она как бы делала подарок, развесила эти фотографии. В общем, я любила вкладывать какой-то смысл. И мне очень нравится. Ну и недоделанный рисунок вот такой вот. Но он должен получиться красивым, типа балерина, цветочек. Но его надо, конечно, переделать. Я вот с временем помню, хочу его как-нибудь доделать. Ну и на самое сладенькое это конвертик. А ещё я вам напоминаю, что у меня есть инстаграм. И вы обязательно должны на него подписаться. Потому что в инстаграме есть парочка моих рисунков, которые я рисую, будучи вот в возрасте, в котором я и сейчас. Вот давайте из моего сейчасшнего скетчбука покажу. Ну тут тоже короче истории есть, тут непонятно. Вот, например, Анастасия. Тут, конечно, руки. Но, в общем, тут есть что-то стоящее. Вот это вы как раз есть в моём инстаграме. В общем, заходите на мой инстаграм. Название моего аккаунта видите здесь, ещё в описании. Подписывайтесь, лайкайте фотографии. И, может быть, я сниму для вас ещё видео о моём новом скетчбуке. Если вы попросите меня об этом в комментариях. Ну и то, чего вы, наверное, ждёте, это распаковка этого конвертика. Я знаю, что это за конверт. В общем, у меня был журнал Monster High, где вообще во многих журналах детских, типа Винкс, Монцерхай, Парадс, есть какие-то рисунки, которые рисуют, как вы, поклонницы этих мультиков. И они публикуются в этих журналах. Немножко силы, то у меня спина уже устала. В общем, вот такой вот конвертик. И я хотела, чтобы мой рисунок тоже попал в этот журнал, поэтому я рисовала рисунок. И это вот мой самодельный конверт. Хотела бы послать. Типа марка Monster High, если вы не видите. В общем, и тут даже есть, скорее всего, письмо, потому что такой конвертик у меня не один. Их, наверное, два. Но я не знаю, где второй. Потому что я уже делала такое шпуце. О май бог. О май гад. О май гад. Это Венера Майкфр... Короче, Венера, я не помню фамилию. Вот такая вот она у нас. Монц, зелененькая дамочка. Да. И давайте я прочитаю еще письмо. Привет. Привет. Я уже отправляла рисунок в ваш журнал. Но я захотела еще. Если вы помните меня, зовут Аня Кабишева. Тут нет никаких знаков припинания почти. Если вы помните, мне зовут Аня Кабишева. Если этот рисунок... Ресунок, замейте. Ресунок. Мне попадет в журнал, то я пойму. Потому что кроме меня есть еще другие дети, которые тоже хотят, чтобы их рисунок попал в журнал. Пока. И такой еще вот слицательный язык. В общем, я была, видимо, очень добрая ребенком. И я понимала, что я не одна в этом мире. И что дети тоже хотят, чтобы их рисунок попал в журнал. Эх, какая я добрая была. В общем, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы посмотрели на мои рисунки. Вам было интересно. По крайней мере, все находится в этом конверте. В общем, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. Также пишите, если вы хотите, что опять снова видео о моем скетчбуке, который я веду сейчас. И подписывайтесь на мой инстаграм. И только что была молния. Да. В общем, всех люблю. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok